Здравствуйте! Этот выпуск об ошибках наших коллег-потолочников при создании освещения в своих проектах. Меня зовут Ренжин Сергей, я основатель студии светодизайна 500 люкс, и мы уже более 10 лет придумываем, реализуем по всему миру проекты светодизайна. Я слежу за своими коллегами-потолочниками, потому что часто получаю от заказчиков проекты не только дизайнеров, но и просто проекты-потолочников, где они допускают совершенно одни и те же ошибки, не всегда есть возможность их устранить. Поэтому я сейчас их перечислю, и если вдруг вы тот самый человек, который сейчас уже заказал потолок, уже пришла бригада, стоит в дверях такие, давай, чувак, мы сейчас тут закатаем тебе все своими натяжными потолками. Если узнаете эти ошибки, просто, ну, сделайте звонок нам в студию, или просто посмотрите ролик до конца, чтобы эти ошибки избежать, потому что потом уже будет поздно, и вам просто с этим ремонтом потом жить. Первая самая популярная ошибка — это лютейший пересвет. Очень часто ребята, коллеги-потолочники просто не считают ни уровень освещенности, ни равномерности, ничего, просто ставят равномерно, симметрично светильники в свои натяжные потолки, там, линии или еще что-то, и говорят, вот классно, будет хорошо, ну, в крайнем случае, если будет много, включите там не три выключателя, а два, а если будет еще при этом много, включите не три выключателя, а один. Вопрос. Как бы заказчик должен покупать вообще эти светильники, платить за монтаж этих светильников, и за дырки в потолке, и просто видеть лишние светильники, если это не требуется. Поэтому просто просите у коллег-потолочников расчет освещенности, относительно которого они расставили светильники в потолке, подобрали вторичную оптику и типы этих приборов. Или если уже поздно, прям поздно, уже все, дырки нарезаны, светильники вставлены, дайте задание и вашему электрику или потолочнику, который, скорее всего, в команде которого есть грамотные электрики, чтобы все эти светильники могли диммироваться. Вторая ошибка тоже супер популярная, она чудовищно убивает эстетику и разрушает вообще единый дизайн-проект, который создавал мой коллега-дизайнер. Это когда потолочники работают только с вертикальной освещенностью и забывают применять акценты. Ну акценты, то типа трековые светильники или просто светильники, которые направлены на стену или на картину, таким образом создавая акценты. Просто вертикальная освещенность с помощью светильников, встраиваемых или подвесных, она выравнивает любой дизайн. И вы уже не увидите тот оттенок дивана, который вы лазили по шоу-румам, выбирали, спорили там со своими друзьями-женами, доказывая, что именно этот цвет нужно, или шторы, которые дизайнер отстоял там, стоя на сперть, чтобы вот именно вот этот цвет он доказал вам все, согласовали, заказали. Собственно, эти акценты наши коллеги, которые занимаются производством потолков, практически всегда забывают использовать в своих проектах. Как это устранить? Если они используют трековую систему освещения, на что я крайне надеюсь, причем желательно адекватную, пожалуйста, попросите, чтобы они туда добавили акценты светильников, которые необходимо направить, собственно, на акценты, какие-то акценты дизайна, которые дизайнер вам укажет. Горшок с цветком, красивая картина, какой-нибудь барный остров или еще что-нибудь. Третья ошибка, когда в одном и том же помещении используются разные цветовые температуры. Самая частая популярная история. Делается кухонный шкаф, туда вкорячивают холоднющую просто светодиодную ленту куда-нибудь к стене, чтобы она не досвечивала вообще никуда. Над барным островом подвесные какие-нибудь светильники, которые они где-то на складе нашли с нейтральной цветовой температурой, при этом парящий потолок выполнен из теплой закарнизной подсветки и в центр вставлена люстра с разными источниками света. Это прям вообще топовый провал. Причем это все не дешевые материалы, ну типа плохая люстра, не та, в которой разный источник света, это просто человек их туда вкрутил. Она может быть вполне себе недорогой, но при этом комфортно светить. Поэтому, если вы находитесь в одном помещении, я призываю использовать одну цветовую температуру при одном режиме. Потому что я считаю, что цветовая температура теплой должна быть, поскольку она успокаивает нервную систему. Мы тут в 22-м году и так как бы спасибо за бодрость духа и, так сказать, тонус тела. Давайте дома будем успокаиваться, а не бодриться. Нам хватит и так все это снаружи. Устранить ее довольно сложно, если уже проложена светодиодная лента, уже куплены какие-то трековые светильники с несменными модулями. Можно, если у вас используются сменные лампы в трековой системе освещения или в люстре, просто выберите их одного производителя с одним артикулом, теплой световой температурой и вкрутите их туда. Это выровняет дизайн и вы уже, по крайней мере, у вас не будет такого рассинхрона. Вы сможете видеть картину световой среды в целом. Ну и четвертая ошибка, она касается системы питания и управления, системы освещения. Здесь она ее редко допускает, потому что наши коллеги-производители потолков довольно грамотные все ребята. Но иногда я вижу по проекту, что блоки питания, которые управляют там за карнизной подсветкой, светильниками, которые инсталлированы в потолок, вообще где-то зашиты. То есть до них фиг доберешься. А в 80% случаев светильники из строя не выходят. Выходят непосредственно, ну как бы, вот эти блоки питания, трансформаторы, которые из 220 переводят в 24 вольта, допустим, чтобы питать светодиоды. И не нужно менять светильник, а это часто ошибка. Там человек идет, ищет этот светильник, заказывает его, платит деньги, ждет, короче, получает, вкручивает, не горит. Как бы обидненько. А для этого нужно было просто, ну, знать, где у вас спрятан трансформатор, блок питания, туда подлезть, сфотографировать этот трансформатор, прислать куда-нибудь в магазин электрики, сказать, мне надо такой же, с такими же токами, с таким же напряжением. Просто пришлите мне такой же. Поменять его, включить, скорее всего, все заработает. Ну и, конечно, самый надежный способ не допустить всех ошибок в освещении, получить комфортную световую среду в вашем загородном доме, интерьере или дома, это прийти к нам в студию свитодизайна 500 люкс и просто пройти аудит на вот эти вот самые ошибки, которые могли быть допущены нашими коллегами, потолочниками или дизайнерами. Приглашаю, пожалуйста, приходите. Если вдруг вы узнали себя в каком-то из этих моментов, буду признателен за лайк и подписочку, если вдруг это тоже еще было полезно. А также я сам читаю все комментарии, пожалуйста, приходите в комментарии, буду признателен за любую обратную связь. Легкого вам ремонта и грамотных подрядчиков.